Ребята, всем привет! Многие спрашивают в комментариях, куда я пропал, почему не снимаю новые видео, там живой, вообще не живой. То есть я сейчас с Киева уехал, живой, все нормально, спасибо, что интересуетесь. Вывезу сейчас семью за город, вот, ну, как бы более безопасное, скажем, место. То есть, ну, надеюсь, что оно здесь будет безопасно. Не снимаю, ну, ролики по понятной причине, потому что сейчас правила дорожного движения особо никому не надо, да, как где ездить. И, честно говоря, не на что снимать, потому что вот я сейчас снимаю на мобильный телефон. Я каким-то чудом умудрился забыть сумку с камерами, петличками, микрофонами, в общем, все оставил в Киеве, не знаю, приготовил все, чтобы взять и уехать. В итоге мы все взяли, а сумку я забыл на полдороги, понял, что мне, ну, даже не на что будет поснимать. Слава богу, ноутбук взял, как-то можно редакировать, хоть что-то на телефон снимать, даже не знаю, какой будет сейчас звук здесь. В общем, вот такая ситуация. Смотрите, ребята, что могу сказать для тех, кто будет выезжать из Киева. И он все это время, скажем, не ездил по городу, да, вот, скажем, машину поставил, сейчас война пошла, да, и не ездил. То есть, понятно, по городу вы будете выезжать, ну, много блокпостов и регистраторы сразу снимайте, потому что, ну, нельзя на регистратор ничего снимать. И старайтесь не драконить людей, которые стоят на постах, то есть, как бы, когда едете, там, в руке вот так телефон, там, не знаю, по видеосвязи, они с кем не разговаривают. Потому что, если вы в руке так держите телефон, они думают, что вы их снимаете. То есть, старайтесь просто убирать телефон, чтобы не драконить людей, потому что люди и так на пике, скажем, ну, нервов, да, и, ну, лучше никого не провоцировать. Много блокпостов, и они змейкой вот такой идут, это для начинающих, конечно, водителей, то есть, вы поймете, для чего вы змейку проходили в автошколе, потому что надо петлять теперь, скажем, да, между заграждениями, на трассах заливают бензин максимум 20 литров на человека, вот так, чтобы вы понимали. Правила дорожного движения по городу, ну, соблюдают очень плохо, я пока петлял по городу, пока был в Киеве, ну, пока я останавливался на красный, вот я еду, светофор красный, я останавливаюсь, люди проезжают, многие просто на красный дальше, то есть, не знаю, как бы, тут правила дорожного движения никто не отменял, поэтому, смотрите, ребята, внимательно, ну, как бы, опять же, это было на таких перекрестках более, ну, скажем, пешеходных переходах регулируемых, да, люди проезжали, на таких более серьезных перекрестках, ну, во-первых, отключены светофоры многие, то есть, едут все по знакам, и также, ребята, смотрите, если вдруг произойдет ДТП, ну, может, конечно, кто-то так и приедет к вам, ну, на помощь, да, какая-то полиция, скажем, но если какая-то там царапина бампера и так далее, ну, даже, я думаю, никто ехать не будет. Сейчас полиция вся занята более серьезными делами, поэтому старайтесь максимально уступать всем, кому вы можете и не можете, да, то есть, ехать чисто по принципу, ну, подъехали, да, посмотрели, никого нет, даже если у вас зеленый, посмотрели, никого нет, поехали, да, чтобы если кто-то вдруг, ну, вас, не дай бог, въедет, да, ну, просто разбираться будет потом некому, да, решать, как бы, это, да, полиция непонятно, приедет, не приедет. Также, если едет военная техника, особенно, к примеру, танки, у них нет понятия красный сигнал светофора, они просто едут, то есть, нет, главное, нет, уступи дорогу, они просто едут, поэтому вы когда едете, вы по сторонам смотрите, потому что если будет идти колонна, ну, если будет один грузовик ехать, военный, понятно, он будет более-менее соблюдать, да, правила дорожные, но если будет идти колонна и впереди броневик, либо какой-то танк, то, поверьте, они будут просто ехать, поэтому вы смотрите, они едут через встречки, то есть, как бы, как короче путь есть, так они едут, поэтому вы очень смотрите внимательно. Понятно, что у всех должен при себе быть паспорт, потому что на блокпостах выборочно проверяют, ну, там, они сами смотрят, да, там, Подозрительные какие-то машины проверяют документы Поэтому если у вас не будет паспорта Понятное дело будут сразу вопросы И опять же такие Не драконьте людей, которые стоят на постах Потому что все вооружены, все на пике Просто нервов, если вы куда-то побежите Или что-то будете буксовать Вас если удолбанут прикладом, я честно говоря не удивлюсь То есть люди едут, то что я видел по городу Все максимально аккуратно друг друга пускают Потому что разбираться просто будет Ну не с кем, никто не приедет полиции И никому не выпишет штраф В общем ребята будем надеяться, что война скоро закончится И мы вернемся все к своей нормальной жизни В общем вы держитесь Всем пока